В конце 40-х годов любители горных лыж открыли для себя замечательный уголок, расположенный в урочище Чимбулак на высоте 2200 метров над уровнем моря. Длинный, идеальный для спуска естественный склон обеспечивал лучшее скольжение для горнолыжников в сочетании с уникальным, как потом выяснилось, составом снега. Вскоре здесь была проложена первая в стране трасса скоростного спуска, отвечающая международным стандартам. Начиная с 1950 года на Чимбулаке проводились всесоюзные соревнования по горнолыжному спорту. Тогда здесь не было такой развитой инфраструктуры. Точкой дислокации спортсменов был спорткомплекс Медео, поэтому они ежедневно совершали марш-броски на гору. Для того, чтобы совершить 15-минутный спуск, приходилось целых три часа подниматься на вершину горы. Нерационально, правда, однако вскоре горнолыжный курорт начал меняться на глазах. В 2007 году началась его модернизация, которая продолжается и по сей день. Сегодня высокогорный комплекс Чимбулак оборудован по последнему слову техники и соответствует всем международным стандартам. Здравствуйте! Вы смотрите процесс, программу которой детально рассказывает о том, что выпускается под маркой Made in Kazakhstan. Под прицелом объективов наших видеокамер сегодня процесс организации работы высокогорного комплекса Чимбулак. Горнолыжный курорт Чимбулак, жемчужина Казахстана, расположен на хребте Зайлийского Алатау, вблизи мегаполиса Алматы. Чтобы обеспечить спортсменам и отдыхающим безопасный и интересный досуг, за кулисами курорта ежедневно ведется тяжелая и кропотливая работа. Несмотря на то, что массовые катания начинаются только с 9 утра, специальный отряд спасателей выходит на смену с восходом солнца. В 5 утра после традиционной летучки лыжный патруль проводит ряд мероприятий. Главная цель спасателей — оценить потенциальную лавинную опасность, тем самым обеспечить всем катающимся безопасность и комфорт. Прежде всего измеряют температуру снега. Она варьируется в зависимости от толщины его слоя. Например, температура поверхности снега зависит от показателей влажности и тепла окружающей среды. Нижние слои снега намного теплее, поэтому при отметке термометра со знаком «плюс» важно отслеживать температуру абсолютно всех слоев. На этом работа отряда не заканчивается. Далее следует тест на стабильность. На склоне выбирается нетронутый участок, на котором спасатели вырезают снежный фрагмент диаметром 2 на 2 метра. Сначала его целостность и структуру проверяют легкими похлопываниями, а затем применяют силу. Если холодный материал выдержал испытания на прочность, значит снежный покров стабилен и пригоден для катаний. Таким образом патруль определяет, какие из трасс открыть, а какие наоборот лучше закрыть в целях безопасности. Затем измеряют высоту снежного покрова и исследуют каждый слой в отдельности. Для этого на специальном устройстве визуально проверяют кристаллы снежинок. Дело в том, что образование лавины происходит вследствие нескольких факторов. Таяние нижних слоев снега, их рыхлости и неустойчивости всего снежного пласта. Тест на стабильность дает возможность получить полную картину о состоянии снежного покрова. Все эти исследования местные специалисты взяли на вооружение у австрийских коллег, которые ежегодно прилетают в Казахстан для обучения спасателей Шамбулака. Европейские стандарты безопасности и использование новейшего оборудования позволяют казахстанскому горнолыжному курорту держать марку международного класса. Для того, чтобы снег появился раньше, используют вот такие приспособления машины искусственного оснижения или снегопушки. Система проста. К каждому такому аппарату подводится вода. Пушка под давлением распыляет тысячи ее мелких частиц. Как с дезодоранта. Вылетая уже в воздухе, мельчайшие капельки становятся снегом. Главное, чтобы температура воздуха в этот момент была со знаком минус. Когда катания заканчиваются и подъемники на всех склонах отключают, лыжный патруль отправляется на рейд. Главная задача спасателей – проверить трассу на наличие фрирайдеров, любителей покататься на склонах, которые не пригодны для этого. Именно фрирайдеров спасателям приходится чаще всего вырывать из снежного плена. Обычно это происходит после небольших лавин, сошедших со склона. Один из таких случаев произошел во время съемок программы на самой высокой точке Шамбулака. Любитель запрещенного катания поднялся на неподготовленный склон. В результате его засыпало небольшой лавиной. К счастью, любителя острых ощущений вовремя заметил лыжный патруль. Через три минуты к месту схода лавины были стянуты спасатели со всем необходимым оборудованием. Согласно международному стандарту, у спасателя есть лишь 15 минут на первую помощь оставшемуся под завалом. Поэтому работать нужно быстро и четко. Спустя несколько минут чуть выше был обнаружен еще один экстремал. Найти его удалось благодаря специальному устройству — биперу. В Европе без такого аппарата ни один любитель горных катаний не поднимается на склон. Бипер постоянно издает радиосигнал, по которому спасатели могут незамедлительно обнаружить спортсмена, попавшего в беду. Ежедневно вместе со спасателями на склон выезжают и вот такие автомобили. Благодаря широкому кузову и гусеницам этот транспорт с легкостью взбирается на гору. С помощью такой спецтехники склон получает рельефный рисунок и становится пригодным для катания. Пройдя несколько раз по склону, машины уезжают и гору открывают для всех желающих покататься. Если у вас еще нет своего комплекта лыж или сноуборда, все необходимое снаряжение можно взять в аренду. Главное — уметь им пользоваться. Впервые встали на лыжи — не проблема. Инструкторы курорта быстро и безопасно научат вас всем премудростям горнолыжного отдыха. Если вы раньше никогда этого не делали, но сейчас решительно хотите встать на лыжи, подниматься на трассу сразу, а потом совершать спуск — опасно для жизни. Начните с обучения, и первое заигр на лыжного дело можно получить в специальной зоне. Каждый склон имеет специальное устройство для быстрой доставки катающихся наверх. На больших склонах это кресельно-бугельный подъемник, а здесь — травелатор. Подъемные механизмы ощутимо облегчают процесс катания, ведь подниматься на гору пешком неудобно и тяжело, а к тому же это отнимает много времени. Поэтому на склоне действует несколько видов подъемников. Первая станция, с которой начинается восхождение на гору, — это смешанный подъемник. Его протяженность — 1 километр 800 метров. Наверх вас с легкостью и комфортом доставят 27 кабин с 54 креслами. На второй станции, которая расположена еще выше, на самую верхнюю точку катающихся, поднимает 18 кабин и 36 кресельных подъемников. Протяженность такого высокогорного путешествия — 1 километр 300 метров. Модернизацию оборудования произвели в канун седьмых зимних азиатских игр, и сегодня Шамбулак уверенно может принимать соревнования всех уровней — от республиканских чемпионатов до Олимпиады. Лыжники и сноубордисты уже давно разделились на два лагеря. Первые утверждают, что сноуборд портит снег, разрезая ровную поверхность склона. Вторые говорят, что лыжники, рассекая на большой скорости, абсолютно не дают возможности для маневра или трюка. Кстати, по технике безопасности на трассе категорически запрещается стоять, лежать, сидеть. Ведь на скорости 40 километров в час, а с горы можно слететь и с намного большим ускорением, остановиться будет практически невозможно. Поэтому нередки случаи, когда любители сноуборда и лыжники встречаются на горе. На случай таких ситуаций на Шамбулаке всегда дежурят медики. Переломы, ушибы, вывихи — это далеко не весь список травм, с которыми приходится сталкиваться медицинским работникам комплекса. Оказание первой помощи здесь происходит быстро и четко. Все спасатели, работающие на Шамбулаке, неоднократно прошли международный курс по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Горнолыжный курорт — это отличный способ отдохнуть не только телом, но и душой. Насладиться чистым горным воздухом, полюбоваться шикарными видами высокогорья Зайлийского Аллатал, выплеснуть накопившуюся энергию. Может быть, именно поэтому количество посетителей высокогорного комплекса ежегодно увеличивается. Например, в 2011 году здесь побывало 240 тысяч человек, а в 2012 уже 340 тысяч. 340 тысяч и 3 человека. Ведь мы тоже здесь. Вы смотрели процесс, программу которой детально рассказывает о том, что выпускается под маркой Made in Kazakhstan и меняет ваш взгляд на вещи, которые окружают нас в повседневной жизни. Меня зовут Дмитрий Голобин. Я Даниэр Бутрубаев. Увидимся на следующем процессе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...